Всем добрый день. Мои дочери часто задают вопрос, как похудела ее мама. Поэтому я расскажу вам про себя. Год назад, даже побольше, я весила 105 килограмм. Даже бывали дни, когда и побольше. 7 и так далее. Вот. Сейчас я вешу 90 килограмм. Ну, сегодня весилось 89 700. Сразу говорю, что это очень тяжело. Мне 60 лет. Ну, и до этого я была пухленькая. Чем старше, тем побольше вес, прибавлялся, прибавлялся. Тенденция была такая, что 5 килограмм в год. Вроде бы все так кушаешь, как обычно, но вот 5 килограмм стабильно. Ну, сразу скажу, похудеть очень тяжело. Даже очень тяжело. Я позволяла себе все кушать. Баловала любимую. Могла после ужина попить чай с вкусняшками. А вечером, когда ложилась спать, то могла взять 2-3 конфетки, шоколадку, книжечку и читать вместе со сладким. Дочка меня неоднократно уговаривала. Проводила со мной беседы. Уговаривала, увещевала, выразилась. В общем, делала всячески, всячески. Но я любила себя. Как-то так. Вот. Потом прошло какое-то время, когда уже стал вот так вот старше, старше. У меня организм начал сдавать сбои. Первый звоночек, второй как бы. В итоге у меня получилось так, что я попала в больницу, а последний раз вообще по скорой. Дочери моей закончился. После этого, конечно. Дочери моей закончился терпением. И в один прекрасный день она всего меня лишила. Точнее, это продукты. Мы живем за городом, и за продуктами раз в неделю едет дочка. Она покупает на целую неделю. И вот она приехала, привезла продукты, обычно которые там вот обед, ужин, мясо, курица и так далее. И ничего остального. Вкусняшек было раньше, она привозила целую сетку. Там печеньки, шоколадки, там что-то такое. Все. А в этот раз ничего. Ни масла сливочного, который я любила с бодербродами. Ни хлеба. Вернее, хлеб она привезла. Ржаной, полбуханочки. Это, в принципе, на неделю. Ну, естественно, детям она привезла все, что они хотели. Но детская у нас табу. Я это восприняла как, ну, ладно, ладно, не привезла и не привезла. Дети в детском садике. Ни колбасы, ни сыра. Как бы ничего этого нет. В итоге, получалось, я стала есть на завтрак кашу, которая шла без масла. Половина воды, половина молочка там. Супа мы не... Вот когда дети в школе, у нас, в принципе, мы готовим только ужин. Первого у нас как такового нету, потому что некому кушать. Ну, вот прошло какое-то время, и у меня начался кризис, как я его называю. Получилось так, что, в общем, дошла до точки кипения. Это было ужасно. Это было ужасно. Это было вообще... Даже не передать, как это... И жизнь не милаясь, и меня никто не любит. В общем, обиды в душе до невозможности. Ой, ну, это где-то было через полтора месяца после того, как она так лишилась всего этого меня. Организм, конечно, бунтовался. Вот, но она выдержала. Молодец, спасибо. Потом я, конечно, ей неоднократно это все говорила. Что-то это... То есть она продолжала не привозить вот эти сладостей, которые выполняют. Стали переходить мы на, как бы, дробное питание, как она называет. То есть вот с утра у нас каша, ну, может быть, омлет, но яичницу я не могу, тоже не принимает организм. Потом у нас обед был. Супа она варила всегда как диетические, не такие, как я, наваристые. В основном у нас ужин был. Ужин у нас такой вот. Но у нас такая традиция. У нас мой зять приходил с работы. Мы все садились за стол, и у нас такой вот ужин. Всей семьей. Обычно это было горячее. Вернее, мясо там или рыба с гарниром, салат. Там вот, дети. Сами блюда, меня дочка попросила, чтобы приготовились не такие, ну, как бы нежирные. То есть вот, если я раньше могла добавить, там, топленую маслицу, там, жареную рыбу, там, или еще куда, то все это как бы ликвидировалось. Более, ну, более постное. Там, если, ну, масло у нас обычно растительное, ну, вот как бы понемножечку, понемножечку, все количество вот это все уменьшало, уменьшало. Да, и в итоге получалось так, что, например, если котлеты я, например, жарила, там, котлеты, заразы, там, беточки, все это, то я обжаривала на малом количестве, на малом очень количестве масла, и потом все доводила я в духовке. Конечно, после ужина я хотела есть. Я есть хотела и очень, и даже между обедом, завтраком тоже очень хотела есть. Единственное, что я только спасала себя, это я пила чай. Чай, воду, компот. Компота потом я перестала. Это вот свои открывали заготовки, они очень что-то даже стали сладкие, я их разбавляла водой. Стала пить чай. Вернее, у нас там много очень запасов старого чая, такого листового. Какие-то, кому-то не нравится, кому-то вот кто-то дарил нам на Новый год, что-то такое вот. И они как бы невкусные. Я решила их допивать. Кидывать жалко. Они, правда, невкусные, потому что они с такими добавками, которые я, в принципе, даже на дух не переношу. Но я заваривала его. Например, та же гвоздика. Не любила. Вот, заваривала. Пила без сахара. Вот как бы забивала я вот этим свое желание покушать. Вечером после ужина, тоже, как бы пройдя там, мы обычно ужили, ну, часов в 7, плюс-минус туда, когда у нас как зять приходит. Вот. Потом часов в 9 я хотела есть. Что делать? Ну, вот дочка покупала семечки. Грызла семечки, орешки. Такие особенно любила вот эти кедровые. Ну, семечки. Вот. А потом уже, когда орешков не было, то мне дочка стала покупать кисломолочную продукцию. Там или кефир, или ряженка, или бифетоки всякие вот эти все. Аксивия все. Я старалась их без сахара. Потому что, думаю, нет. Потом наступило лето. Вроде как бы полегче. Вроде ничего. Так уже пошли овощи, фрукты. Как бы ими делала перекусы между вот этими обедами. Но меню так и продолжалось. То есть это нежирное, все постное. Жарить на малом количестве масла. Все доводить в духовке. В общем, вот так вот. Но в тот год у нас было лето вообще. Это даже не лето, а ранее осень. Было холодно. В принципе, в носках, брюках все это. Вот. Дети нас отправили на юг. Мы уехали в Анапу. А там жара. 37 градусов. Да, кстати, я забыла добавить, что за этот период я скинула где-то 3 килограмма. 3-4. И он у меня как-то вот скинуло, и он у меня вот так вот встал. И стоит. Потом мы вот уехали на юг. Там жара. Там 37 в тени. Это вот есть совершенно невозможно. Вот. Так все тоже получалось, что в принципе, как дома продолжало так. Толой упадешь, там супчик поешь. Там вечером вообще ничего не хочется. Тоже фрукты все мы покупали. Вот. Посмотрела, кстати, окружающих народ, как молодые женщины там. Жара не жара. Мы едим очень хорошо. Как очень мне там было, конечно, все необычно. В итоге я приехала. Я стала... Когда я приехали мы, я стала... Весилась. Я стояла 97 килограмм. И вот этот вес, он у меня стоял долго. То есть он был плюс-минус, там килограмм туда, килограмм сюда. Как бы в принципе, я считаю, что 97 килограмм. Потом, значит, вот наступала вот зима вот эта, которая... Я вот попала в больницу. Гриппом меня увезли. А там вообще питание. Больница как бы не городская, а пригородная. Вот. Там вообще питание. Завтра каша вечером. Каша. Супчик такой совсем жиденький был. Даже вообще, даже не доваренные овощи. В итоге я скинула до 94. Даже 95 килограмм. И вот он опять. Вот с марта месяц. Да, в марте я как раз была. И вот он встал вот так вот в марте месяц. И опять он. Чтобы я не поела. Вот он стоит и стоит. Нет, конечно, я придерживалась. Я так и продолжала питаться. Но это уже легче. Это намного легче было. То есть вот захотелось есть. Поела и уже постала на весы. Смотрю, уже прибавилось. Все. На следующий день я уже перестала. Как бы себе. Как бы разгрузочные дни делала. Вот. Но все равно вот уменьшала количество пищи. В завтраке у меня так получалось, что когда внуки уходили в садик, они бывали не доедали. Вот. Я их надоедала и пила цикорий. Кофе мне не взяли за давление. Поэтому я пила цикорий с молоком. Вот. Кстати, стала появляться у нас булочка. Хлебца. Вот. Но я его не ела. Вернее, я его ела, но стала есть его поджарим. В то старе. Вот. Ну, масса. Но меня уже на это не тянуло. Я могла себе там положить. Но, честно говоря, не тянуло. Не тянуло. Потому что я сразу начинала вспоминать. Опять вот. Опять вдруг наберу этот вес. И вот встанет он у меня. И вот это все. Вот вспоминала все вот эти тяжелые времена. И вот так вот. Сейчас вот я вешу. Вот я вам говорила. 89-700. Вот. Моя мечта, конечно, до 80. Хотя вот когда в больнице была, там разговаривал с доктором. Вот он спрашивает. Там вот начинает когда расспрашивать. Я вот сказала, что вот я похудела. Вот. Он рассказал про этот случай, когда вот у меня нервный срыв был. Вот. Он сказал, говорит, это нормально. Главное вот его перетерпеть. Передержаться, сдержаться. Не распускать себя. После этого, конечно, уже все остальное легче. Конечно, спасибо моей дочери. Она смогла удержать меня в узде. Вот. Поэтому, конечно, сразу говорю. В моем возрасте тяжело похудеть. Тяжело. Потому что вдруг появляются болячки. Кстати, некоторые лекарства даже. Вот, когда врач прописывает, иногда спрашиваешь, а как он влияет на твой организм. Иногда они отмалчиваются. Но для этого есть интернет, чтобы узнать. Вот. Некоторые говорят правду. Прямо мне так вот тут говорили. Что да, от него прибавляется вес. Я говорю, а альтернатива этому лекарству есть, чтобы мне не прибавлять? Ну, бывает. И потом вот это резкое похудение тоже в нашем возрасте нельзя. Как говорится, мы уже не молодые. Волосы, кожа не та. В общем, в принципе, вот я вот, когда скинула вот эти 15 килограмм. Вот. То есть кожа, она как бы осталась такая же. Не висит ничего. Ну, как говорится, в возрасте. Для возраста она кожа. Но, сразу говорю, я себя лучше стала чувствовать. Кстати, еще вот забыла добавить, что вот были когда моменты, когда очень хотелось есть. Когда я уезжала в город. Вернее, собиралась и уезжала. Просто на целый день. А когда уезжала я рано утром, обычно не завтракала, чтобы легче быть. И вот эти периоды я вот целый день почти проводила. Там по своим делам там уезжала. Там за каким-нибудь для рукоделия вещичками поехала искать в магазин. Мальчишкам что-нибудь купить там. К старшему внуку там, если заехать, пообщаться с ним. Потом вечером приходила и уже настолько уставала, что вот уже только вот даже бывало и не ужинала. Чай вот. Прихожу, чай пью, 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 пью. Конечно, конечно, тяжело это все. Но это нужно, это нужно. Потому что, если раньше мне, например, было очень сложно пойти в огород, там грядки, там нагнуться. Все это. То теперь это легче. Теперь вот в связи с тем, что мне легче уже ездить в город, я, когда стала скидывать, я, например, записалась на курсы. Вот. Хожу такие специальные для пенсионеров. Они не курсы, а клуб интересов. Вот. Там занимается совсем другая жизнь становится. И еще самое приятное, это потихонечку меняют гардероб. То есть все те вещи, которые старые, они уже уходят. Вот в футболки, кофты, они уже, которые на большой размер, они уже идут для огорода. Уже себе покупаешь уже на размер меньше. А, естественно, когда поменьше размеры, там уже и выбор побольше, это тоже приятно в какой-то степени. Если ты раньше там 62-й там могла одеваться, покупала вещи, то теперь уже 58. Некоторые футболки по размеру и 56-й можно купить. То есть это, вы знаете, это такой стимул. Что можно посоветовать? Во-первых, сила воли. Большое желание. Это должно быть в приоритете. То есть если бы поставили перед собой цепь и сказать, что это круто, что я должна добиться вот этого веса, это самое главное. Это желание, это вот оно должно идти все время рядом с тобой. Все время. Вот в первую очередь, когда садишься, вот хочется что-то вкусненькое себе расслабиться, в первую очередь, а мое желание, а моя цель всегда говорить, это раз. Второе, это отказаться от сладкого. Да, ну и нам вообще вредно в таком возрасте. Это в начале пути отказаться от сладкого. От булок, от плюшек, от сдоба всякой, от шоколадок, от конфеток. Вот это просто исключить. Сахар уменьшить. Сразу, вот сколько вы кладете там в чашку себе, половина. Тяжело. Ничего не могу сказать. Тяжело. И снится будет, и все это. Второе, вот дробное питание это называется. Чуть-чуть поел. Чуть-чуть позавтракал. Чуть-чуть потом перекусил. Может чайку попить. Ну это я так про себя говорю. Как-то пережил. Можно там яблочко съесть там. Ну бананы нежелательно, это уж совсем когда. Вот. Обед пообедал. Вот. Потом опять через какое-то время поел. Может быть, например, вот у нас, например, иногда мы готовим. Например, у нас обед такой. Обед первое и салат такой из овощей. Потом можно салат поесть, потом опять чайку, опять чай без всего просто. Можно просто водичку попить. Суки тоже как бы вроде бы они такие возбуждают, но темечки погрызть. И еще вот, чтобы вот с вами были, тоже это немаловажная роль, это чтобы с вами были люди, которые вас поддерживают вот в этот трудный период. Которые вот, вы протянете руку за булочкой, а не вам хлюк в руке и все. Нельзя. Это очень, это главное. Даже тоже главное одно из всех. То есть вот это дробное питание, оно нет. Чтобы вас поддерживали, чтобы вам помогали, это да. И не забывать, что вот в нашем возрасте и старше, и все, вот этот лишний вес, это вот оказывается на здоровье. И так-то уже, если вспоминать всю свою жизнь, как нам было тяжело все это как-никак, всего этого было. И уже начинает пробуксовка во всем этом. И вот плюс еще этот лишний вес. Это, конечно, да. Да и врачи, они всегда когда говорят, когда говорят, что я похудела. Ой, молодцы, молодцы. Ну вот резко, мне кажется, это нереально резко. Потому что даже вот смотря по-своему, похудела вот несколько месяцев. Он как бы, я так понимаю, что организм, он привыкает к этому весу. И желудок уменьшается, и печень начинает там подумывать, как ей жить дальше без этих вкусняшек и лета. Потом опять раскинули, опять мы держимся на этом весе. Вот. Прибавили, значит, в следующий день разгрузится. Так что вот так вот. Вот и главное вот, любить себя любимую. Еще раз спасибо моей доченьке. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Оставляйте свои комментарии. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите. Я ей отвечу, конечно, через свою дочку. Всем пока.